Сегодня мы проводим заседание комиссии по бюджету и общественности. Кворум у нас есть. Кто за то, чтобы открыть наше заседание, прошу проголосовать. Четыре вопроса в повестке и пятый пункт разная. Именно данный кворум был одобрен народными избранниками. Естественно, больше всего внимания было уделено докладу заместителя главы Каннска по экономике и финансам Елене Лифанской, которая озвучила проект решения о внесении изменений в бюджет на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. Всего на 1 января 2023 года сумма остатков средств городского бюджета составила 33 миллиона 960 тысяч, которые было предложено распределить следующим образом. Управление ГОЧС, приобретение автомобиля «Соболь» 2 миллиона 995 тысяч. Отдел культуры администрации города Каннска, изготовление НПД 5 миллионов, это книжное место, о котором мы говорили. Управление строительства ЖКХ, дорожный фонд 2 миллиона 1 тысяча 505 рублей 26 копеек. Здесь перенос в 23 год дорожного фонда, в том числе по поезды Канайка 2 миллиона и 1 тысяча 505 рублей, это содержание дорог. Управление ГОЧС, в том числе уличное освещение 7 миллионов 524 тысячи 778 рублей, возмещение вреда по ДТП 116 тысяч 321 рублей, изготовление поезды Сонглет-Октября 25 миллион 100, расходы по блокустройству набережной реки Каннска, финансированные на 3 миллиона 500 тысяч рублей, возмещение расходов по исполнительным листам 2 миллиона 794 тысячи 471 рублей 72 копеек. Проведение выборов 963 тысячи 500, возмещение компенсации за отчуждение имущества по улице Милатска 7 миллионов 364 тысячи 525 рублей. Как пояснила Елена Лифанская, остаток сформировался из-за перевыполнения дохода бюджета. Первый опрос народных избранников к докладу был по резервированию средств на избирательную кампанию для дополнительных выборов, которые пока не состоялись. Связано это с тем, что один из депутатов-одномандатников подал заявление на сложение с себя полномочий, но позже это заявление забрал, а в корректировке это осталось отражено. Дело в том, что никто не забирал право у депутата и во время сессии написать заявление еще раз об отзыве. И для того, чтобы предвосхитить ту ситуацию, чтобы еще раз администрация не выходила с корректировкой и не предусматривала эти деньги в бюджете, собственно говоря, было принято вот такое решение. Конечно, данное решение вызвало некоторые недопонимания у народных избранников, но все же было допущено на сессию. Кроме того, вопросы были к несвоевременному исполнению контракта по ремонту в молодежном центре. Ну, по ММЦ срок действия контракта должен был закончиться 1 декабря. Там было внесено дополнительное соглашение. У меня опубликовано, поэтому мне не известно. Ну, возможно, да, потому что и, соответственно, написано, конферененные письма. Какой штраф получился? Ну, сейчас не могу сказать. То есть нам нужно понимать, что срок, когда мы сейчас установим окончательный штраф, тогда закроем. Ну, а когда предположительно? Вот 1 декабря должны были исполнить контракт. Сегодня 15 декабря. Инна Викторовна, мы понимаем, что 15 декабря. Да, работы глобальные по молодежному центру. Во-вторых, там поставка материалов была. Там были плиты, которые красились импортными красками. Соответственно, это все было поэтапно, закупалось, работалось. Работы проведены. Сегодня, пожалуйста, они поднимают зал, и работы будут закончены буквально до конца февраля. Будут закрыты акты выполнения работы. То есть они нас уже уведомили об окончании. В течение 10 дней мы работу должны понять. Идет приемка работы. Штраф объединяется? Ну, акты, когда подпишем, тогда будет точно. У нас все может быть. По итогам обсуждений, вопрос о проекте решения, внесении изменений в решение Каннского городского совета депутатов о бюджете города Каннска на 2023-й и плановый период 2024-2025 годов, был допущен на рассмотрение на ближайшей сессии, которая состоится уже 28 февраля. Юлия Олейникова, Вячеслав Морозов, телекомпания Каннск, 5 канал.